И всем привет, ребят, с вами Собранька, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний ролик посвящен разговорной тематике, и сегодня мы вместе с вами находимся на нашем сайте рейтингов, и сегодня обсудим все самые интересные события, которые произошли за последнее время, при том, что у нас давным-давно уже не было рейтингов, а если вам нравится эта тема, если вы хотите видеть тему с рейтингами намного чаще, то обязательно поддержите данный видос лайком, ну и конечно же не забывайте подписываться на канал. Сегодня у нас произошло, ну даже не сегодня, а уже пару дней назад произошло очередное очень важное событие в нашей игре, которое связано с рейтингами, которое связано с данным молодым человеком, которого вы видите на своем экране, профиль Бориса4311, и я, ну как всегда, не мог просто так обойти все это дело стороной и не записать видос, связанный с этим. Его рейтингом, ну и не только его, а и его преследователем. На сегодняшний момент времени у Бориса 702 легенда, очередная соточка преодолена и остается всего лишь три сотни, да, говорю всего лишь, потому что уже понимаю, насколько быстро эти легенды поднимались в последнее время, при том, что, если учитывать тот факт, что у нас две недели вообще без перерыва игра не работала, да, то есть эта 700-очка могла бы быть уже давным-давно, и быть может сейчас бы с этими двумя неделями уже была бы там 700 какая-нибудь, 30-ая, 740-ая, 750-ая может быть даже, да, легенда. Но мы лицезреем 702, поздравляем Бориса с еще одной целью. Ну и продолжаем смотреть за этим легендарным игроком. В принципе, в последнее время в матчмейкинге я его встречал и даже здоровался с ним. Для меня было неожиданно, что он тоже отписал мне, потому что чаще всего он просто игнорирует и в чате не отвечает, а тут как бы даже чуть-чуть там перекинулись фразами, там что-то я еще задавал вопрос какой-то, но уже забыл. В общем и целом, в последнее время чаще всего он играет на викинга Изиде, с Изидой на вампиризм, с викингом на утяжеление, и чаще всего я его лично встречал в режиме штурма, да. На сегодняшний момент времени для него это самый удобный режим с точки зрения фарма опыта, и чаще я его встречал именно за деф, да. То есть, грубо говоря, он играл на как раз такие хилы, катался по респу противника и спокойнейшим образом набирал для себя опыт. В моем случае я бы, наверное, периодически тоже играл бы в штурме за атаку, но у него какая-то своя определенная тактика на этот счет, и он предпочитает именно штурм за деф, чтобы его особо никто не сливал, ну и он спокойно мог на викинга Изиде по респам уничтожать противника и контролировать зоны. В принципе, он с этим отлично справляется, на предыдущей неделе он набрал 570 тысяч опыта, ну и уже на этой, сегодня у нас первый день, уже 6000 опыта сумел набрать. Что касаемо его соотношений, что касаемо УП, УП у него, конечно, в последнее время, если я не ошибаюсь, чуточку просело, УПшечка у него была больше, но, в принципе, для такой безумно большой легенды, 2.70 УП и соотношение кэфа почти что там 1.2-1.3, да, это очень и очень хороший результат, при том, что у него время в игре всего лишь 12 тысяч, да, то есть я знаю намного больше людей, которые потратили супер большое количество времени, но таких результатов они в нашей игре, конечно же, не добивались. Ну и если мы говорим про Бориса, мы никогда не можем не поговорить про еще одного человека, а именно Аса-01. Это человек, который сейчас занимает вторую позицию по самым большим легендам в нашей игре, и на прошлой неделе он набил на 260 тысяч больше, да, то есть если это у нас учитывается без двойного опыта, без опыта с как раз-таки премкой, ну там не двойной получается, там полторушка, но в любом случае это на полторы, даже можно сказать на две легенды за неделю Аса сумел набить больше. Ну и отрыв на сегодняшний день, у Асы до Бориса 53 легенды, все так же около 50 легенд этот отрыв держится и никуда не девается. Что касаемо аккаунта Асы, то у него часов набито на 2000 меньше, то есть он набивает этот опыт быстрее, и по коэффициентам у него примерно все то же самое, единственное только, а нет, по коэффициентам у него, ну хотя, ну там плюс-минус наверное то же самое, да, чуть-чуть меньше наверное чем у Бориса, но что касаемо УП, то у него 1.73, у Бориса 2.71, да. Но Асов в свою очередь предпочитает режим осады, в который он играет на практически, ну мне кажется, постоянной основе, ну и по вооружениям, на которых я встречал его в последний раз, если я не ошибаюсь, то это была Ареса Смока, ну и так вообще в принципе он комбинирует по пушкам, в зависимости от того, что ему больше необходимо в определенном бою, да, то есть если там есть какие-то проблемы, его там выбивают, он может и на Грома переодеться, может на Гауссу переодеться, может на Смоку, но Смока это его наверное самая ходовая пушка за последнее время, потому что от нее резиста нету, плюс он использует всякие устройства со статус эффектами по типу оглушения, либо эми, либо пробития, да, и отлично комбинирует на этой комбинации в осаде, это все очень и очень хорошо работает. Ну и также вы видите, что у него большое количество наигранных часов в контроле точек, но эти контроле точек были набиты как раз таки в пробитвах, когда у нас еще матчмейкинг был неактуален. На сегодняшний момент времени все эти часы безумные набиваются как раз таки в осадочке. В целом, что я могу сказать, Борис, конечно, даже не то что старается, а закономерно удерживает лидирующие позиции уже на протяжении супер длительного периода времени, мы конечно же будем продолжать следить за этими двумя игроками, будем ждать когда Аса поднимется до 700 легенды, Ну а Борису желаем удачи в достижении новых легенд, новых целей, которые он для себя ставит, потому что я не знаю, да, я не знаю, докуда хочет дойти этот молодой человек, но то, что он делает уже на сегодняшний момент времени, выглядит максимально безумно, да, то есть 700 легенда, 700-я, да, при том, что это набитое все своими руками, а не какими-то там, значит, выданными дополнительными опытами, либо еще чем-то. Пишите, что вы думаете по поводу всего этого, пишите, что вы думаете по поводу вообще темы с рейтингами, интересно было бы смотреть эту тематику чаще с обзорами аккаунтов, возможно, какие-то топы, может быть еще что-то, если да, то напишите по этому поводу в комментариях, ну и также не забывайте, конечно же, поддерживать данное видео с лайком, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, ну и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который находится всегда в ваших настройках игры, в аккаунте, кем вы личный тег, это тег ТМП, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше, уже через неделю у нас итоги очередного розыгрыша на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, поэтому успевайте участвовать, в описании вся информация по этому поводу имеется. Ну а у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!